Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. С вами Анастасия Борисова и перейдем к выпуску. Массовая добровольная вакцинация идет по всей России уже несколько дней. В Алтайском крае сотни человек уже сделали шаг к формированию устойчивого иммунитета к коронавирусной инфекции. Одним из первых укол новейшей российской вакцины «Спутник Ви» сделал мой коллега Глеб Полянский. Как и многих из вас, меня волнует проблема пандемии новой коронавирусной инфекции. Средства профилактики помогают не заразиться, но чтобы быть полностью уверенным в своей безопасности, я решил вакцинироваться. Тем более, что сейчас у всех желающих появилась такая возможность. Врач поликлиники собирает короткий, но емкий анамнез пациента, желающего пройти вакцинацию. Среди противопоказаний – возраст младше 18 лет, ОРВИ, онкопатологии, туберкулез и ВИЧ-инфекция. В остальном все стандартно. Главное, чтобы не было температуры, аллергии на лекарства, а дыхание было ровным и без затруднений. После этого можно пройти в кабинет, где сделают заветный укол. Ампулы хранят в специальных холодильниках при температуре минус 18 градусов. А перед вакцинированием препарат размораживают. Спутник ВИ вводят внутримышечно. Укол совершенно безболезненный. Сегодня вместо укола и три дня не мочить, не шорпать. Также за несколько дней до вакцинирования и после него медики не рекомендуют употреблять алкоголь. Второй укол необходимо сделать спустя 21 день после первого. Он очень важен для формирования иммунитета, поэтому лучше не пропускать. Спрос на вакцину высокий. Чтобы не создавать ажиотаж и очереди, желающих записывают заранее. В среднем в третьей городской поликлинике Барнаула в день делают около 100 уколов. И после прививки мы должны наблюдать за реакцией, ну хотя бы какое-то время, хотя бы 30 минут. Поэтому если мы пустим без предварительной записи на самотек, возможно скопление народа, что сейчас абсолютно нежелательно и не приветствуется, поскольку ограничительные мероприятия мы соблюдаем. Поэтому лучше записываться заранее. В период тестирования российской вакцины в интернете распространяли большое количество фейков о ней. Что это? Конкуренция мировых фармацевтических гигантов или чьи-то политические игры? Вопрос дискуссионный. Однако, чтобы развеять необоснованные страхи, возникающие у отдельных категорий населения, депутаты краевого парламента в числе первых в регионе прошли вакцинацию. Деятельность депутата подразумевает под собой большой круг общения, даже сегодня в условиях ограничения. Но тем не менее мы общаемся с людьми и вот не хотелось бы, чтобы я была причиной заражения для кого-то. Депутат АКЗС Юрий Останчик заявил, что в необходимости вакцинирования не сомневался ни секунды. Вместе с ним прививку поставили и члены семьи. Это решение было принято давно, но в первую очередь прививались педагоги, врачи и как-то неудобно было влазить в эту очередь. Ну вот сегодня появилась свободная возможность и я пошел на этот шаг. Вчера привилась днем раньше супруга. В ближайшее время свой вариант вакцины представит и знаменитый сибирский научный центр «Вектор». Массовая добровольная вакцинация должна помочь сформировать устойчивый коллективный иммунитет и предотвратить в России рецидивы пандемии. Глеб Полянский, Алексей Шаульский, Михаил Лифуншан. Новости. Тараканы могут начать атаковывать жители многоэтажек в скором времени. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре. Активизация тараканов в многоквартирных домах неизбежна. Это связано с циклами их размножения. Первая волна нашествия начнется уже в феврале. Тараканы откладывают яйца во влажных местах и среднее время развития яиц составляет примерно три месяца. Таким образом, массовое разведение насекомых придется на февраль и повторится летом. Для того, чтобы защитить жилье от насекомых, нужно перекрыть им доступ в квартиру, для чего необходимо поставить сеточки на окошке вентиляции в ванной и на кухне, куда теплолюбивые и водолюбивые тараканы приходят в первую очередь. Если же избежать проникновения тараканов не удалось, для борьбы с ними лучше использовать пищевые приманки. И продолжаем выпуск. В поселке Заре Чебийского района подключили вторую очередь газового оборудования. Протяженность распределительных труб 5,5 километров. Газификацией занимается компания «Азимут-С». В первый месяц этого года специалисты подключили 65 домов в границах переулков Байкальский и Веселый, а также на улицах Лермонтово и Пятой Речной. Возможность провести газ к себе домой есть еще у 240 собственников в поселке. Всего планируют подключить полторы тысячи домов в трех бийских поселках. Следующий запуск газораспределительного оборудования запланирован через месяц. И на этом выпуск новостей завершен. Хорошего дня!